Многие участники сегодня только получают аккредитации. В этом году форум получил новое местопрописки и территория достаточно большая, потому через каждые несколько метров аккредитованных гостей встречают волонтеры. Ребята изучили всю интересующую гостей информацию. В отличие от предыдущих форумов, участники нынешнего собрались под одной крышей. Стенды, желающих развивать бизнес, разместились в медиа-центре, расположенном в Олимпийском парке. 13-й форум получился и инвестиционным, и инновационным, отмечают участники. Традиционно, самую большую площадь экспозиции занимает стенд Краснодарского края. Свои инвестпроекты здесь демонстрируют крупные города Кубани. А аграрный потенциал можно оценить на традиционном фестивале Вина Кубани. Свои мощности презентуют ведущие винодельческие предприятия региона, призеры престижных российских и международных выставок. Представлена на форуме интерактивная карта Сочи. Здесь можно ознакомиться с предпроектным предложением по устройству подвесной пассажирской дороги на гору Ахун, а также с концепцией развития автомобильной дороги Джубга-Сочи границы с Республикой Абхазия. Впервые в Сочинском форуме участвует Крымский федеральный округ, который представляет 11 проектов в сфере туризма, промышленности и сельского хозяйства. Крупнейший из представленных проектов – Крымский историко-культурный парк развлечений семейного отдыха. Его стоимость оценивают в 7 миллиардов рублей. Мы замахнулись на такой инфраструктурный проект, несмотря что это не быстрые деньги, не быстрый проект. Срок окупаемости данного проекта порядка 10-12 лет. Тем не менее, мы считаем, что он сможет привлечь большое количество отдыхающих, сможет разнообразить жизнь и крымчан. Спасибо правительству Крыма, большое спасибо сегодня в целом руководству России, и что все-таки сегодня предприниматели в Крыму могут осуществлять, могут подходить именно к таким серьезным проектам, инфраструктурным проектам с большой стоимостью. Большой интерес ожидается и на стенде Red Bull Air Race. Как известно, проведение воздушных гонок ожидается в нашей стране в ближайшее время. Где именно пройдет первый в России этап чемпионата мира по авиагонкам, станет известно завтра, во второй день работы форума. Уже сегодня, благодаря специальным 3D-очкам, каждый желающий может погрузиться в мир воздушных гонок, почувствовать себя пилотом высшей авиации и оказаться за штурвалом сверхманевренного самолета. Презентован на 13-м инвестфоруме еще один необычный стенд. Экспозиция «Аквамото Сочи» впервые представляет водные болиды. Буквально через несколько недель город взорвется от шума мотора «Формула-1». Это грандиозное событие для города. Но, тем не менее, жизнь не стоит на месте. Нужно идти дальше, двигаться. И завтра это уже будет стандартом проведения «Формулы-1» в Сочи. Тем не менее, стандарты нужно повышать. И один из таких возможностей – есть гонки на воде. Это реально грандиозное. Шоу очень интересное. Поэтому смотрите, встречайте, наблюдайте, как это развивается. И уверен, что скоро в Сочи будет это мероприятие. Деловая же программа стартует завтра. Тема первого заседания – сбалансированность бюджета или ускорение роста. Время выбирать. Завтра же экспозицию осмотрит и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Инга Габейшия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.